всем привет друзья сегодня мы приехали в гости после выставки конференции в кривом рагу приехали к владимиру скрипнику в гости и сейчас нам вова проведет экскурсию небольшую для вас так что оставайтесь с нами ставьте лайки владимиру за экскурсию и мне заработку что смотрите они вас здесь облетают сюда да а сейчас но мы женой то говорили что я забираю огород туда еще это вот я садил глядичи я специально садил глядичи она во-первых редкая во вторых я ее садил сейчас скажу в каком году мы в третьем переехали я садил ее где-то в шестом году 2006 году я ее посадил надо было туда до соседа посадить ну там у нас яблони потому я там не посадил ну дает уже хорошо глядич ну как она это появляется там пчелы будут ужасно я посадил во-первых от тени и второе чтобы редко чтобы они летали не когда-то случай был с дачи люди шли в бывшие и короче так пожали водитель скорой у него теста пчел есть он говорит сколько волос и столько жал и забрали в реанимацию ну был шифер я потом взял профиль у меня профиль купленный аж туда до конца я осень не доделал быстро снег пошел где-то мимо я хочу до конца я потому посадил сразу глядичи ну зачем не проблема чтобы они поднимались тут получается туда дачи и туда дачи были и там был поселок много акаций а сейчас они снесли вот это отвал но все равно весеннее развитие мне очень хорошее берестка много горбы нема клен гористок у меня хорошее развитие я не еду в лес я еду уже в лес на акации когда не еду на раузе поняв тебе поилку туда вы бидон ставите да или тебе показать бетон а я же показывал бетон и в нем такая заглушка и в нем отверстие чтобы заливать воду и все по уровню выстрелы и они выпивают как пляс и пляс и они не тонко они любят вся доска пчела теплая расскажите как вы перевозите пчел 2 это 3 3 3 как сколько на стола когда-то пока два ряда 120 больше мы надо ставить грузим два ряда полных а третий ряд посередке два ряда как они по этим дорогам переезжают но она на подушках она очень мягкая какая-то волю на по хорошим дорогам ехали вот и в ту сторону и где они ехали от я когда-то вез 480 км я думал я обеспечу вас на 7 утра еще до кроворода не дошел я же просил бога что помиловал я еле то есть я в пол 11 открыл улитки в Венегородкина акации я с голой пристани перевозил 480 за ночь если бы у нас были дороги как по американцам мы проработали кочевали не стоит вопрос я хотел ставить манипулятор сзади вот это мигалки среды тут сзади мигалки манипулятор поставить но как бы или погрузчики или манипуляторы же я в погрузчик даже заказал договорились у латышей там есть афарок врачи 12 евро но они потом как-то что-то начали морозиться морозиться и не отправлю во время лета началась вот это лето я уже не там уже не дам не дам не до поруче когда летом уже не до него но мы не стали больше теребить в ручках дальше будет я не знаю я сейчас больше на пакеты на немножко матками и плотками и на пакеты очень спрос каждый поднимается а пакеты какой породы и пакета вы я в том году ну спрос был больше чем у меня было два раза допустим я продал 150 пакетов и 50 семей в этом году меня просят намного больше но спрос сейчас больше на карнику или на много разных то что много просят карнику я хотел бы перейти на одну породу но я думал даже уйду на бакваст бакваст на долине тяжело подобрать а карника она более прогнозирована и как бы зимовка у нас нормально хотя вот я слышу россияне вот все владимир написал что у них проблемы там где карника что слабые у них с осени были у них не работали пластины российские и бипин не работал и короче у них особи еще с осени и люди потеряли там на юге россии потеряли семьи половину пасек это информация не шутка потом некоторые говорили это шутка нет он говорит наши знакомые многие потеряли он сегодня написал кого было 300 стала 150 и карника ослабела у карнику надо подбирать что карника не заливалась чтобы нашла в надставку если хорошая карника она тоже будет не купаться она карника чем хорошо она плотно в губ садится собственно и до весны и весной у нее старт ранее вот из-за чего не просят нахвас тоже не не поздний тоже в принципе согласен все равно бокс раз разлиния он чуть-чуть как бы позже заказ посмотрим вот алан есть вот этот что вчера она не дал свою визитку пришел до меня у тебя говорит моя матка тест сахарику тот второй пришел седой ты мне тест у меня сахарика такая обязательно зимуют и по несколько дочек и с весной будем смотреть как они тоже если была стабильная линия это было проще поскольку постоянно вот только линия хорошая россии уже нет ну да это искать вот в этом бог вас проигрывает хотя вот колбы то что вы приезжали я очень-то и кому это волна так люди довольны и они пошли в зиму супер коняева слабее закон если я спрашивал у них вы знаете ральф кольгу все-таки конечно конечно у него же там и облюдники и немца да да хотя спросить какие у них отзывы у них у них они он говорит неделю назад как раз с ними встречались он хвастался что едет в украину это оказывается так вот у меня тоже ральфа я сделал ничего при этом в шашу 18 18 18 на 100 мирно этот скажи из-под киева терентьев терентьев говорил на голову трусил приезжали ну я ведь на голову трусил показывал я не пробовал трусить на голову не пробуй ванечка не пробуй 15 чуть чуть строже но все равно она работать не плавка хорошо что покажете зиму не допустим чел его зимовники да смотрите час зимовники а час ты барона снялся он тебя так встречал барона барон барон чел на поле на поле а пока это склад было оперативно он тонн азарова я теперь тут это сетки это подкрышки так это что он желал калифин это сетки к северной сетки к северной но у вас полностью такая шесть и подкрышки Крещники, да. Это корпуса на ремонт, что тут выставил. Это рабочие, это здорово-удалители, Ваня. Так, у вас полностью рогатые, правильно? Все на рогатых, Ваня. И роги у вас из фанеры сделаны, да? Все, Денис, полностью. Я же первые сделал на 230-ю, а потом я отрезал 80 сантиметров. А этими листками не пользуетесь, судя по себе? В зимовке пользуюсь, так. В зимовке, это пустые корпуса, свободные. Так, ну полностью сетка. Нет. Нет? 15 на 17. Нет, ну я имею в виду, глухих доней нету. Глухих нету, сетка нет. Ага, сетка нет. Да, что тебе? Ну, раньше мы так хранили соль. Денис, а тут у нас получается, что? Мы тут на лето убираем все. Мы тут стол стоит, мы тут обедаем. А как вот это, что из фанеры? Нормально? Нормально, Ваня. А где там упала стопка или корпус уронили, или сачки упала? Нет, ну не расслаивается так, чтобы сильно. Ну, отслоилось. Ну, есть, в который где клей попал. Да. Им по 15 лет. А. И вот П-115, посмотри. Они проварены при 150-160 все. Ага. То есть, менялись, когда я делал. Я в канадцев срисовал, вот они выгружают там, упалы. Помните, да? Но у них маленькие колеса. Я сделал побольше колеса. У нас не те условия. Ну, ну, и в поле у нас две штуки таких. Хранение он снизу. Смотри, как я беру. А, я не заметил даже, да. Сверху под крышей. Это полностью заставные, да? Да. А там пенопласт внутри. Да. И фольгой обклеены. Рамочки под крышей. Леша, достань, пожалуйста. Вот зачем я приеду. Немало, немало. Там Баскевич, ребята, писали, что как скотчем. Смотрите. Красиво сделано. Вот рейка 15 на 18. Вот так, 18. На пресс-шайбе. Три рейки. Посередине еще одна. Бьем степлером фольгу вереда, Леонид. А скотчем вот здесь мы проходим. Алюминиевым, который, ну, кондиционер... Термом. Да, термом скотчем. Люди-кондиционеры, которые висит в вентиляции. Зачем? Они под скобой грызут. И забивают туда прополис. И потом пленка будет оттопыриваться. А так мы проклеиваем все. Мы пробовали скотч американский, который такой, лента, как тканевая основа. Они его со временем разрезают. А этот отлично. У нас были первые заставные. Мы пользуемся заставными. Почему 18? Две штуки вместо одной рамки. Трехсотое гнездо и магазин. Чуть-чуть она больше, чем рамка. Она рамка... Ну, чуть-чуть, чтобы до дна. Рамка 435, а она 445 у меня. Корпус 450. Я так, чтобы она плотненько вошла, и все. А снизу проход есть. И на полсантиметра ниже она. Ну, внутри там пеноплекс или пенополистирол? Пенопласт. Пенопласт, да, обычно. Плотный они, 35-й, который наполнен. Да, да, да. Идет 35-й, плотный. Вы говорите, скобы. Вот здесь скобы. Ну, тут мы не клеили, а так по кругу клеили. Вот где край пленки, они же потом начинают под пленку туда прополис, лоск наплевать. Так, мы пользуемся им. Мы довольны. Эффектнее. Они на них соток наклеят. Нет, это же скотч. Это же скотч. Нет. А, то есть мы просто планку приставили, и скотчем прихватили, да? Я прибил скобами. Вот скоба там под низом. А, сначала скобы, а потом пленка. Да, вот скоба, видите? Везде скоба. А потом скотчем прошли. А корпуса, ну, хранится, да, в них? Это хранится. Да, хранится. Сушь. Сушь хранится. Ваня, а вот сукар сушь. Вот это все сушь. 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 Это первая. Я запаковал пленка, чтобы не мог. А эти не запаковал. Ну, вы не заносите их никуда. Вот так послаживали, да. Круглый год. Вот это северная сторона. Северная сторона. Тут, может, и лето, даже трехсотая рамки стоят. И вот эта стопка будет стоять. С подрасхода. Всю не съест. Даже моль заведется. Даже бывает по два года стояли раньше. Ну, у нас тут дверь. Мы тут ходим, как бы, стараемся убрать. Ну, может, и лезть, да? Ну, иногда заводится. А у меня же решетки, ну, мало с расходом. Где? Ну, полностью сейчас смотрю фанерная. Ваня, вот эта фанера 18, вот эта полностью. Вот эта сушь, и там сушь, вот сушь, там сушь. Мы уберем все это весной, потому что там летняя кухня. А вы, ну, новые сейчас не делаете фанерные? Делали два года назад. Это недорого выходит? Сейчас дорого. А когда я эти делал, было дешевле, чем дерево. Вот я делал, когда перестройка была. Ну, чуть позже. Когда все развалено было, когда не покупали фанеру. Я поехал в Черкассы на док. Взял два сразу поддона полностью. Потом еще поехал, взял, я нарезал у мебельщиков. Ваня, чем хорошо сюда смотреть? Вот нигде нету сели. Нигде воровка не заходит. Вот стопка стоит хоть в поле, хоть на удалителе. Бывает, когда деревянный, раз сохнется или что-то на удалителе. Там зайдет воровки, украдут на удалителе. А здесь никогда, особенно когда беззяточный. А покажите крышу, пожалуйста. Мне вот интересно, крыша стала ваша. Давай, я там. Я не могу вопрос это задавать. Это американские фильмы будут. У меня нос заложил, я простыл. Так, где капюшон? А при чем ты тут нос поменяешь? Да, капюшон надевай. Ага, крыша. Ну, внутри там что-то есть. Пенопласт. Пенопласт. Ну, я так и думал. Тут рейка. Саморезы тут, саморезы с торца, саморезы сверху. Мы раньше... И какая толщина пенопласта? 20-ка. 20-ка. И нормально? Ну, не хватает. Ну, у меня тоже 20-ка? Просто бывает мне закидают, что это не хватает. Что-то тонко-то. Ну, там мы же не на севере. У меня 20 км в Николаевской области, Херсонской. Зачем? Не, ну, зима ладно. Это то, что я пишу, я когда-то на промышленном. Я все подписываю. Вот это... А давайте вам покажу. Это была... Это воспиталка была. Это ротацию сделал, привил какие. Ага. Потом, ну, где смылось дождем, где стер. Взял растворитель, стер. Алюминиевые листы типа грузки? Это кровельный металл корейский. Да, я понял. Это кровельный металл на пресс-шайбу прикрутил. Тут под низ. Ну, гнули вы все сами, да? Да, я сделал такой, ну, станок такой. И я там зажимаю, как тиски, уголок прижимает к шейлеру. Я гнула. И сразу с шуруповертом прикрутил. Вот такая крыша. Ну, ходят они. Я первые крыши взял, сделал с лагостойкой фанерой. Мне посоветовали, что у человека зиму на багажнике лежал на москвиче. Снег, дождь, и оно не пропало. Я снял много их. Вот я с них снял фанеру, эту лагостойку. Видите? Жалко выкинуть, что-то отберется там. Ну, где-то в другое место пойдет. Ну, и начало час расслаиваться, а час получается ремнями, когда вонял, тут тянешь. Да. И когда металла нет, оно ломает фанеру, ломает. Потом я вернулся к железу, сделаю один раз, думаю, да и все. Чтобы сделать таких. 500 крыш сделали таких. Это вы не пленку ничего не испортите, это вот как и потолочек. Пленку из... это потолок и крыша. Это потолок и крыша. Это прямо на гнездо, я лжу. Пленка только весной. Пленка только весной. После облета и до акации. Все. Вы ехали на акации, пленку сняли. Пленку заставные, я даже снизу стил. Ну, только я вставляю щель снизу, чтобы все проходило. У меня точно так же, но без пленки. А снизу для чего кладете? Да. Зачем снизу? Малыхину. Привет. Снизу зачем? Да. А получается, как подогрев на. Я раньше пользовался подогревом. Матка получается, туда на рамке снизу даже засевает полностью. Все засевает. Ну, сдавливаю, во-первых. Очень хорошее дело. Мне месяц переждать, пока отойдет возвратная холода, снега. У меня же стенка 18-20. А потом уже, когда пошло тепло, я ее убрал и все снизу. Или когда выкручивается, все выше. А как вы считаете, хоть вы и практикуете 18, это немало миллиметров? Стенка? Да. 24 хорошо, для нашего региона. То есть 18 чуть-чуть маловато, да? Да. Почему у меня 18? Я заказал улья, когда развивался. Дальше. И меня подвели в Первоградские плотники. Тут весна. Ну, что мне делать? Я свои многокорпусные, 230-е, пообещал людям. Ну, что я продаю, весной освобождаю пчелы и беру другие. И я потом решил пойти по быстрому пути. Думаю, возьму фанеру, порежу мебельчиков, я ее быстро скручу и все. И потому я взял фанеру, я думал, какой, 15, думал, 20 тяжелый. Я взял 18. Получается, я выбираю четверть квадранку. Они все проварены в парафине. Девять выбираю, девять остается. А вопрос, я буду перебивать с парафином пищевом или техническом? Пищевом, гранулированом. Все, видишь? Вы видите эффект в этом? Нормальный эффект. Посмотри, саморезы снутри я поставил. И все. Даже рогатки с фанеры. Вот пишут, ПФ не держит. Вот смотри, 15 лет. А вы сначала варите, потом краску сверху, да? 150-160, 20 минут я варил. Может, не надо, но 15 минут варишь, даже с дерева и фанеры идут. Пар идет, то есть влага выходит. А 20 минут уже нет, практически. 150, я даже 160. Я рассверлил горелки и так варил. На газу варил. Это вот прополисом поднимают фанеру? Ну, бывает, не кажется. Но мы так, если там отстала фанера, мы ее отломали, потом закрасили. Ну, вон есть пару корпусов с ремонта. Там чуть-чуть покрасили, никакая была краска, покрасим белый. Ну, то такое. Ого, а если бы он из рута был сделан? Не тяжелый. Есть тяжелее, есть легче. Короче, так, деревянный и фанерный, разница 1 килограмм. Есть. На 145? Да. На 145. Каждая... Каждая... Вот корпус с сушью откачанный 6 килограмм. 6 килограмм. Ну, так бывает, смотри. Бывает, ребята, тачкой везут там 10-12 корпусов. Где-то упало, ну, на пасек или еще что-то. Ну, упало, пособирали, да и все. А эти крыши? Это дно, когда весной, оно мокрое, влажное. Ты его стамеской почистил, поставил на солнышко 5-10 минут, оно уже сухое. Внутри нет угла. Не напитывает, да? Нет. У меня тоже вылечишь парафини. Пчел. Вообще, где пчелы? Да, за диверситиляция. Ну, это вы не под пчел строили или под пчел? Зимовник или... Все вот это 15 на 6, я строил под пчел. Единственное, я делил 3,5 метра летняя кухня. Вот, здесь. Мы здесь летом пьем чай, кушаем, завтракаем, обедаем, ужином. Здесь мы живем летом, можно. Ну, не в доме здесь. Да. И консервация жена делать. Ну, там сейчас доня корпуса тебе показали летняя кухня. Ваня любишь. Я вообще люблю. Повесклой. О, так там есть. Смотрите, тут все по красоте. Это новое. Да вы здесь работаете? Можно я... Это летняя кухня. Это вот рукомонник, вот стол, вот сушилка, пыльцы, вот холодильник. А можете здесь показать? Сейчас я покажу тебе. Это новая корпуса полурамошная. Тут корпуса. А, так это уже дерево, смотрите. Это дерево, да. Дерево. Дерево. Решили берите на дерево. Новое днище тоже. Сейчас, смотри. Тут целая технология, короче. Вы покажете, да? Это составная, да, ручка получается? Это носить сразу. На выдвинулась, потянул вот на прицепе или на вольгу. Потянул, старый, и все. Ну и задвижка. Там открывать, закрывать. Но вы нам сейчас покажете, да? Да, да. Ну, я думал, я покупал те ручки, которые, ну, 8 литров, они выпрыгнутся, а в руки режут. Это 12 взял, сделал шаблон, накрутил ручки и все. Поддоны пока не понятно, когда будут. Ручки решил пока сделать. Сложный дно. Сложный дно. Тут вот эта картура. Ну, чуть-чуть сложный, но зато... Работать надо, да. Можно сделать, я говорил, кто у меня присмотрит, я говорю, делайте попроще, не делайте, как я, допустим. Да, никто же не образует. Я такой чуть-чуть долго делаю, ну, я люблю, чтобы мне нравилось все. Я не люблю, чтобы там эти занозы в пальцы лезли, я люблю шлифмашинкой пройти там еще что-то. О, сушилка, да, садочек. Сушилка, садочек. Вы довольны ей? Довольны. Фадея пробует тележку. Он хочет, может, вам на работу, да? На вождение. На вождение. Ну, вот это что, он не прижимается? Я специально здесь сделал, чтобы стопка не влево-право не ходила. Да, ну, берем ногу и пер рукой одну, если надо сюда с медом. Ну, и сколько с медом можно взять? Десять корпусов берем. Ну, и на украинской, да, рамки? Это для ульев я сделал, у меня есть улья. Скажите, я скажу. Четыре на хвосте. Нуклеус? Паламарчук. Паламарчук. Вот для них. Вот это для них. Ага, так вы... А вы там в них маток выводите? Паламарчук. Это рамочки, да? Это рамочки на мини-плюс. Мини-плюс вот, рамочки. Ага. Что тебе навес понравится, маке? Да, я смотрю. А суш вы не храните под навесом? Храню. И нормально? Да. Трехсот. Моли нету точно. Ну, там часть суши или это на выбор? Это на отбраковку. Это на отбраковку. Мы часть перетопили, а часть еще надо будет топить весной. У меня нету столярки, мы здесь на улице пилим, все делаем так, под навесом. А собираем мастерской. Где пчелы? А мастерская у вас это? Раскройку, что вы делаете на станках каких-то, я так понимаю? Станки есть у меня. Есть Бош, вот это с ним. Ага. ПТС-10, да? Это открывать что? Это толкатель. Так. Вот, давайте сразу вот тут движение. Это у вас отстойники. Да, это мы говорим, сейчас модно говорить цех по откачке, да? Ага. А мы говорим мастерская. Я строил мастерская, мне нужно было. Здесь летом качаемет. Тут летом все убирается, вымывается, и стены, и потолок пылесосим, и пол вымываем, ну максимально. А потом здесь качаемет. Но отстойники это вы заказывали, делали, это самодельные, да? Краны польские, Высонь, а это самодельно. Тут 300 килограмм. 300 килограмм. Короче, бидонов. Десятилитровая бочка, грубо говоря. Это вы бидон на такую высоту поднимаете, выливаете? Нет, я ведром выливаю. А, ведром. Ага. Ведром выливаю. Ведром выливаю. Не отстаивается? Ведром 20 литров, только мы полное не набираем, выливаем, выливаем. Мы пока одну накачали. Мы качаем дома, я сейчас скажу. В 2003 мы сюда поселились, в 2005 мы построили, вот с 2005 года мы вот здесь качаем. Только здесь, в поле. Мы раньше гнезда в поле прокачали, а сейчас мы гнезда не качаем в поле. Если там осенью что-то лишнее, дома потом прокачали и все. Медагоночка у вас. Лысо у него нет. Ферма лысо. Да. Подогреваемое дно. Радиалка. Радиалка. Я включу вам. Насколько раба? Леша. Конечно, да. 44 рам. Открывается. При этом дне вы клеенку не кладете? Хорошо. Кладете? А как ее покажите? Тоже тут смотрите. Давайте я покажу сначала ручки людям. Все, как ручки сделаны. А чья это идея? Кто это придумал? Ну я такой ни идеи не видел, честно скажу. Это ваша, да? Конечно. Ручки, чтобы носить. Хоп-хоп. Это у меня было многокорпусных вот такие ручки. Вот эти вот, кто не вытаскивается. Это что? Это я первый сделал, там краска была свежая. Я их сейчас чуть-чуть вот это перебил. Наклонное дно. Клеенку как закрываете? Докуда? Вот ложу на 3 стенки. Вот сюда 3 сантиметра я не долаживаю пленку. Ну я стамески положил. Вот когда плюшки. Закрывать. Корпус поставился. Мы когда чистим Доню сразу. Мы чистим. Мы раньше зимовали на сетках кочевых. Но нам не хватает сеток. На сетках удобно. Весной Доня сухие ты переставил сетки на дно и все. Когда сетка. Но это опять трудозатраты. Много сеток надо. То мы сейчас на Донях. Ну Доня старая. А сейчас на эти хотим перейти. Каким образом открываете? Руку под... По разному. Я приехал или поднял за ручку. Не, ну уже, допустим, он стоит уже. Там уже пчела есть. Все, ручку поднял. Руку вниз. Ну он же ж не на земле стоит. На земле. На земле. А, то тут не хватает. Мы бросаем на землю. Ваня, мы не ставим в поле на поставки. Нет. Да, да. Нет, я понял. А можно сюда, знаете, привить такую штучку и тут... Нет, там оно перекосится. Можно, можно. А вы увязываете? Там попадает мусор, оно потом... Да, вы увязываете, да? Ремнями? Да, черными. Транспортерные. Это нет. Транспортерная лента такие широкие. Ремни черные вяжут. Да. Дело в том, что у меня даже я терял улья в лесу на вольне. Ну там надо скорость, потому что песок я сяду. То выпадали и он целый остается. Увязанный есть увязанный, Юля. Да. Да. То есть... Газовый был. Вроде хоть и есть, но сейчас мы взяли с нашими дорогами. Решетки мои тебе показать. Да, решетки. Давай сюда. Что делал? Это поляки делали. Ну это не все. Там еще в зимовнике. Это вы их переделывали, да? Смотрите. Ну это да. Это вы покупали и сами переделывали. А чего? Под размерами? У них размеры в лесу. Дело в том, что у меня тоже есть польские. Нет, это спецзаказ. Ребята, это не лысонь. Никто ничего не переделал. Я договаривался еще на Пимонде и смотрел решетки. У меня, ну понимаете, многокорпусная система, допустим, дальше. А сейчас вот это стояк, это не многокорпусная. Многокорпус 230, полурамки. Нужно матку ограничивать. Я искал, я договорился в Словении там на Пимонде, с нержавейки. Но они не хотели с бока мне обшивать металл. Я уже с гуслием договорился, что он мне сделает. Уже как бы образец передавали и все. Но потом они отказались делать. С Сельчуком я в США договорился, что он сделает мой размер. Потом, когда доделал, я говорю, я пересылку. Все, у меня там есть друзья. Они мне отправят. Он тоже потом перестал отвечать. Ну что делать? Ну Сельчук, Сельчук, Саша. Ну который Майнлайк ЛТД. Я потом мне гуслить дал телефон поляков, которые делают решетки. Лысо них перепродает. И все. Они не знают, не понимая по-русски, по-украински. Мы написали через перевозчика. Он мне сказал через перевозчика. Давайте размеры, что сколько надо. Я заказал 6 перемычек, чтобы проволока не было. Они делают 4-5. Я сказал, не металлом, а кантовать с четырех сторон. Он говорит, придумаем. Потом он скинул фотографии у меня. Я говорю, все устраивает. Я сделал мой размер все. Я очень доволен. Я сейчас нашел... Решетки классные. Там матка, пчелы проходят. Задержки нету. Проволочная, это лучше чем проволочная нету еще. Никакой не пластик, никто. Ну это же не нержавейка. Это оцинковка. 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 Это оцинковка. Ну нержавейка будет дороже. У меня были на многокорпусной системе наши советские еще решетки. Кстати, в Киеве был завод. Завод точных изделий. Или точных изделий. И его сдали весь на металлолом. Потому что я искал через обл. Бжолопром еще когда были. Я искал еще при пристройке. И мне с ровно обл. Бжолопром говорит Петр Иванович. Говорит, Володя, нигде не ищи. Говорит, его вырезали на металлолом. Только где-то по людям решетки. Ты можешь найти. У меня были решетки, я при его отдал Борису. Ну который меня там на Криворском обществе просто задавал. Да. Ну те советские в десятирамочном ложились на рамку, да? Да, да. Ну а тут на пальце. На рамку. Вот как бы внутрь ложилась она. Да, да, да. Вот так. У меня так ложится. А эти я исследовал. Это дело я с американцами говорил. С другими вот эти платыш объясняют. Что если у вас решетка 30% отрекать, то это терма. Я с американцами. У меня товарищ из тоже Володя мигрант из Узбекистана. Там в Калифорнии. Говорит, Володя только по периметру было там. Поэтому я остановился вот так по периметру. Все. Ничего они не травмируются. Нет, тут проходимость хорошая. Пчелы ее не замечают. Они ее не замечают абсолютно. В общем, такое дело. Работаем в довольный. Один раз вложили деньги и все. И забыли. Ну короче, вы пользуетесь полностью, да? Ложите на все семьи решетки. Я раньше давал разгон. На отставку пускал маток. Сейчас я не пускаю. Потому что потом искать их. А у вас гнездо на одном корпусе? Трехсотый. Трехсотый один корпус. Дальше решетка и магазины. А то маток выводите американскими, да? Да. На, Ваня. Это тебе. Ваня, ты же любишь по ветру. Ты везде любишь. Да, я люблю по ветру. Это еще не мытые. Это еще не мытые. А что вы думаете? Перекиси. Перекиси? Да, вот перекиси. С водичкой. Вливайте. Перекиси залил, оно постояло и все. Чисто. Чисто. Чисто, да? Так, расскажите на камеру. Это фурсик мне подсказал, кстати, Игорь. А? Этим метите. Этим я палитками метчу. И крылья режу. Сразу крылья режу. Всех через защитные детали? Ссадим, да. Только нет. Да. Через них ссадим. Ну, у меня там есть на промышленном. То, что канадцы трубку режут обычно пластикой? Нет. Это американский менлей. Там китайцы делают, но у них вот здесь нет разреза, как отличить. Да. Там сплошная. Вот черепан мне Сергей пишет. И цвет другой. Да, чуть-чуть другой. Я скинул, он пишет, почем ты покупал? Я ему сказал сыну, он, о, Владимир. Черепан Сулияна сказал. О, Владимир, как дорого. Ну, я купил тысячу штук. И все, там 80 долларов и эти. 80 долларов и тысяча штук. Ну, я раз купил пару сотен. А потом, ну, голубые, зеленые. А потом желтых тысячу заказал. Потому что там потерялось, там мне не вернули. Ну, с маточником катали, типа, допустим. А что это у вас на заднем плане? Я просто не понимаю. Ваня, это старые заставные. А, это заставные. Старые заставные. Ну, толстенькие такие. Ну, да, Ваня. У меня пол был в доме утеплен. Когда меняли пол, мы меняли в доме штукатурку, пол. Я жалко пенопласт мусор быть. Я порезал. Ну, да, утеплетел. И все. И так, вот так и все. Ты не грызла, да? А вот эти ситочки для чего используете? Вот это? Да. Колпачок. Колпачок. Кстати, я подсаживаю сейчас через них. Я садил через изолятор матов, которые племенные приезжают. Я взял решетку для рапса, наверное. Или для горчицы мелкая. Нашел. Давно когда-то еще. У меня были они в запасе. Я взял. Получается, сейчас рамку принесу. Сейчас, постой секунду. Так, друзья. Макита. Смотрите. Я пошел. Пока Владимира нет, я пошел в разнос. Какие книжки? Книжки. Книжки. Давидник пасечника. Карпатские пчелы когда-то были. Ну, я так понял, Карпатка раньше была, да? Ну, была. Это книги. Это мне, ну, как бы. У меня в доме книги. Книги в доме. Это я людям добавил книги. Короче, смотрите. Вот. Я везде найду и мед этим колпачком. Меня не устраивают магазинские колпачки. И найду место, где матки сеть. А чего магазинские? Маленькие, маленькие. 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 А во-вторых, если сетка большая, я хотел крупную сетку. Могут матку, ну, калечить за ноги, там, за крылья. А так я взял, нашел и мед, и расплод, чтобы пчела лупилась. И все, я закрыл. Вдавил хорошо. Бывает, что проглезут и матка уже ходит. Ну, а в основном выпускаю. Стараюсь туда поглубже. И все. Я в любом месте найду. Ну, если там пробивают карандашом, с другой стороны под уже маток. Ну, я не пробиваю. Я смотрю, что если уже так нормально себя ведут, они к ней. Ну, оно же видно сразу. Вот так. Ну, я сделал, я очень довольный, что сделал. Все. Ну, у меня их 10 штук. Или больше, я уже не помню. Есть немножко. Макита. Инструмент почитатель Макита, да? Да. Это только один Бош. У меня все. У меня Макита. Это пылесон фо для басеки тоже? Да. Это для всего. Дуйка. Дуйка. Ну, мы пользуемся. Сейчас мне видит с Америки дуйка поменьше. У меня была бензина, а я ее продал. Ну, вот это именно. Ну, когда на удалителях, ее хватает. Хватает, да? Вот это такой Макита. Когда немного пчелы хватает. Даже когда много. Только не надо резко дуть. Она забивает. Если чуть-чуть дуем, она выходит наверх промок. Если мы дуем с нижнего близка. Ну, я рассказывал на промышленном кабинете. Да, да, да. Ну, а сейчас это идем. Но это сильно можно. Это стул может сдуть. Она на аккумуляторах? Да, да. На ртул, да, Денис. Да, два аккумулятора. Они там разряжены. Снег сдуваем по дворе. Смотри, как оттягивает. Она у меня направит. Все-таки да. Да, хорошо. Вот просто бандиты. Да ничего, соберем. Рамочки вы взбивайте, а то тут покажу гоздиками, степлером, да? Полностью. Да не надо, ну что, успокойтесь, вы что, маленькие дети же. Заготовочки, все, заготовочки. Так это поставленная батарея. Мы снег ей взбиваем. Что, медогонку выключали? Нет, медогонка видно, что лисонька. Мне ваша распечатка интересна. Где Марион сколько у вас? Это не все, еще новых есть несколько штук. Это для плохих факторов. Тут пчелки, тихонечко. Сейчас чуть-чуть разгорится красный цвет. Красный цвет, обязательно, мы в зимовнике. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok